В республике продолжают готовиться к отопительному сезону. Холода уже не за горами. Предстоящий фронт работ обсуждали сегодня члены правительства. Но в то же время, если где-то, где-то нет полного запаса, я вам поручаю, соответственно, по линии ГКЧС, проверяйте, соответственно. О завершении работ Михаил Игнатьев поручил отчитаться в сжатые сроки. Паспорта готовности получили более 90% объектов. До 1 октября ожидается выполнение всех работ по заявлениям муниципалитета. Полностью работы завершены в 18 муниципальных образованиях. Близких завершений в 6 муниципальных образованиях. По жилому фонду промыты и опрессованы 99% домов. Осталось 19 домов, где проводят капитальный ремонт. По социальной сфере до 15 сентября были промыты и опрессованы все объекты. Оформлено 86% паспортов готовности. Остальные все находятся на подписании в теплоснабжающей организации. На этой неделе также все работы должны быть завершены. В предстоящий отопительный сезон необходимо минимизировать внештатные ситуации. Еще одна задача главы региона – сокращение долгов за потребленные ресурсы. Долги выросли. 3 миллиарда 650 миллионов рублей. Только долги за газ – почти 2 миллиарда рублей. Конечно, мы собирались, отдельно обсуждали все эти вопросы. Снижение доместв около 2%. Это практически когда в летний период времени, соответственно, платежи у нас всегда нормально осуществлялись. Конечно, здесь обращая внимание, все должностные лица, ответственные за определенный контроль и надзор, это со стороны жилищной инспекции, практически нужно принимать ряд мер. Те управляющие компании, которые от населения собирают, не рассчитываются за приобретенные энергоресурсы. В штуфликанском бюджете предусмотрено на погашение задолженности муниципальных образований за природный газ порядка 50 миллионов рублей. В настоящее время осуществляется распределение указанных средств. Соответственно, основным вопросом является заключение графика прогрошения просроченной задолженности между муниципалитетом и «Газпром» и «Межрегионгазом». Немалая доля долгов за реорганизованным предприятием коммунальные технологии. Все объекты в этом году передали муниципалитету. Вот это победа наша, нашей совместной деятельности. Также глава региона поручил усилить контроль за сферой ЖКХ. Если на коммунальщиков поступают тревожные сигналы, то жилые дома необходимо передавать другим управленцам. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика. Вице-адмиралу военно-морского флота Владиславу Ильину исполнилось 70 лет. Юбиляра чествовали на его малой родине в Комсомольском районе. Торжества проходили в местном Доме культуры, но даже такой зал с трудом вместил всех желающих поздравить земляка. С чего начинается Родина, советность камень у мороз? Морская романтика Владислава Ильина привлекала с юных лет. Уже в 23 года, окончив военное училище, он стал командиром электронавигационной группы, а позже и капитаном ракетного крейсера. На счету экипажа корабля сотни учебных и боевых походов. Сам вице-адмирал признается, что под водой в общей сложности он провел более шести лет. Глава Чуваши отметил, что на таких примерах необходимо воспитывать молодежь. Много у нас и других героев, но вице-адмирал, он у нас один-единственный. В школе он учился, стремился получать достойные знания. Потом по жизни, куда поступил учиться, всегда стремился быть отличником. Поэтому благодарен вам, товарищ вице-адмирал, хочется пожелать вам мира, согласия, любви и многое-многое лето. С праздником! Звание вице-адмирала Владислав Ильин был удостоен более 20 лет назад. Сейчас в отставке он посвящает себя военно-патриотическому воспитанию молодежи, стоя во главе товарищества офицеров. Я, как пионер, который собирал колоски на полях Крисомольского района, клятвенно заверяю, что буду пахать не как моря пахал и океаны, пахать, пахать и пахать на ниве и сынов Отечества, и других благих делах. Землячестве. И теперь в этой землячестве я только начинаю жить. Сыны Отечества – частые гости в республике. Офицеры проводят смотры кадетских отрядов и уроки мужества поддерживают поисковиков. Закономерно, что благодаря этой работе в регионе уменьшается количество уклонистов. Все больше ребят поступают в военные вузы. Трамплином для кадет должен стать и новый корпус. Вы, как губка, впитываете наши помыслы, наши идеи, а потом эту напитанную губку отжимаете, как результат нашей плодотворной работы. Вот примерно так, если уж экспромтно сравнить. Сегодня приступили все 400 кадетов к учебе, в этом кадетском корпусе. Ну и наше деловое сотрудничество, оно налажено. В районе огромное уважение и почетного гражданина Комсомольского района присвоили. Я уверен в том, что мы дальше также будем эффективно работать во благо нашей России, во благо нашей Чувашии. Владиславу Ильину присвоили звание почетного члена землячества Комсомольского района. Когда-то такое свидетельство получил и космонавт Андреян Николаев, Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков, Республика. В администрации Чебоксар наметили задачи на предстоящую неделю. Мэр города поручил активизировать работу по уборке опавшей листвы, сухостоя случайного мусора, уделить особое внимание лесопарковым зонам, Рущегузовского, Кадетскому парку. Для выявления несанкционированных свалок будут использовать беспилотники. Кроме этого запланирована посадка 20-30 голубых елей. Отдельный разговор о сносе аварийных домов в городе. После выполнения программы переселения из ветхого жилья осталось немало таких зданий. По состоянию на сегодняшний день из 263 домов, один дом исключен из этой программы, признан памятником культурного наследия Константина Иванова 59, 222 дома снесены, 15 домов находятся в работе и 25 домов на сегодняшний день не расселены пока еще. Идутся там судебные тяжбы. Необходимо благоустроить и территорию после сноса по улицам Богдана Хмельницкого и Фучика. Подрядные организации не выполнили работы вовремя. Глава администрации поручил до 1 октября расчистить пространство, подготовить его для дальнейшего использования. Чебоксары заняли второе место в конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Этот конкурс проводится с 2017 года и призван распространять наиболее успешный опыт муниципального управления. Заявки на конкурс подали 172 муниципалитета из 59 регионов. В номинации «Града. Строительная политика. Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развития жилищно-коммунального хозяйства» среди городских округов победителем стал город Чебоксары. А среди сельских поселений второе место у Юнгенского из Маргаушского района. Победители конкурса получат межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Правда, пока неизвестно на какую сумму. Вкусная, разнообразная и полезная еда должна быть в рационе каждого ребенка. В чебоксарских школах за ее качеством следят специальные комиссии, в составе которых есть родители. В этот раз объектом проверки стала 60-я школа. Ну вот 90 грамм, допустим, туда есть. Вес готовых блюд, технология производства и дегустация. Под контролем родителей весь процесс приготовления. Мы попробовали мясное блюдо. Костято вкусное. Котлеты горячие, вкусные. Наша проверка показала, что нарушение не выявлено. В новом учебном году стоимость питания в школах Чебоксар возросла на 10 рублей для младших классов и на 16 для старших. Это позволило увеличить порции и разнообразить меню. Очень нравится. На завтрак мне нравится манная каша, а на обед макароны с котлетой и борщ. Специальная комиссия работает неделю и завершит проверку школ 25 сентября. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика. Коллектив Дорекс отметил 50-летие со дня основания предприятия. Дорекс обслуживает около 4 миллионов квадратных метров уличнодорожной сети города. Дорог, мостов, тротуаров, остановочных павильонов. Кроме основного контракта выполняются работы на дополнительных объектах ремонта и благоустройства. Парк спецтехники насчитывает более 140 машин. Все они означены датчиками уровня топлива и спутникового контроля. Предприятия полностью обеспечивают свою деятельность, начиная от работы техники и заканчивая производством песчано-соляной смеси. Здание Банка России – памятник истории и культуры республиканского значения. Секретный объект. Но раз в год, в день открытых дверей, зайти внутрь может любой желающий. Что ты сможешь делать? Ты можешь помыть свои ручки в этом золотом горшочке и будешь счастливой богатой. Угадать, сколько монеток поместилось в этом горшочке – отдельная игра. Точную цифру поможет узнать монетно-счетная машина. Рядом другой аппарат. Сортирует и пересчитывает уже бумажные купюры. Пока дети участвовали в конкурсах, взрослые слушали лекции и консультировались со специалистами. В этом году активное участие в проведении Дня открытых дверей приняли волонтеры – студенты экономических факультетов вузов республики. Мы, конечно же, хотим научить всех людей быть финансово грамотными людьми. Потому что это очень важно в наше время. Нужно знать, как защититься от мошенников, как правильно сохранять свои деньги, чтобы добиться каких-то своих целей. И как защититься от мошенников? Существуют различные сайты. Нужно посещать такие же лекции, которые проводятся в национальных банках. И также читать интернет-ресурсы, смотреть правильность банкнота, распознавать подлинность. Блеснуть уровнем финансовой подготовки можно было в деловой игре или в викторинах. Вы успешно прошли нашу викторину «Деньги народов мира». Поэтому мы вам дарим миллион рублей. Это обрезки тысячных купюр, которые были ветхими, порванными. Их обрезали и собрали в такой брикет. Предположительно здесь один миллион рублей. Теперь вы стали миллионером. Ура! Особой популярностью в День открытых дверей всегда пользуется музей банка. Эти монеты времен Екатерины II не боятся прикосновений рук. Ведь они сделаны из меди. Сторона монет в народе «Орел и Решка», да? А правильное наименование этих сторон. Вот на этой плакате представлено «Аверс», там, где находится герб. Обратная сторона – это «Реверс», а ребро – это «Гурт». Узнать много нового и оценить всю тяжесть работы инкассаторов смогли 773 человека. Именно столько людей посетила Банк России в День открытых дверей. Мария Шоклева, Игорь Зверев, Республика. Золотая осень приехала в Чебоксары. В эти выходные на площадке перед Национальным музеем прошла выставка ретроавтомобилей и мотоциклов. Раритетные машины времен СССР. Победа, Газ, Волга, Чайка, Ява. Всего около 50 экспонатов из Чебоксар, Казани, Ульяновска и Ярославля. На этой выставке представлено множество уникальных автомобилей, как, например, вот этот. Посмотрите, автомобиль «Старт» 1966 года выпуска. Если вы помните, именно на таком красавце Наталья Варлей уезжала в последних кадрах фильма «Кавказская пленница». Кстати, таких автомобилей сохранилось на данный момент всего три. Этот экземпляр Анвар Шахмаев приобрел 12 лет назад на Северном Кавказе. В его коллекции он стал четвертым автомобилем. Он был на ходу, но требовал ремонта кузовной и полностью реставрации салона, двигателя и тому подобное. 12 лет трудов. Он полностью сюда своим ходом приехал из Казани. Я сам за рулем приехал на нем. Другие участники дорожного движения всячески сигнализируют, показывают большим пальцем вверх. Все так приветствуют. Приятно. Получаешь очень хорошую энергетику. Старт не единственный экспонат на выставке, который сошел с экрана. В фильме «Гайдая» снимался и газ АА-55. В народе санитарка. Именно на нем Шурик сбежал из психбольницы. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Посидеть за баранкой посетителям не удалось. Зато можно было заглянуть в кузов. Не сложно определить, что нам больше всего понравилось здесь. Это эта машина, скорая помощь, потому что мы уже здесь полчаса в ней сидим. Вообще мы любим ретро-тему. Прикольно, что люди восстанавливают машины, что сохраняют историю. И это все можно посмотреть сейчас. В стиле ретро на выставке были не только автомобили. Среди коллекционеров техники оказался Владимир Ильич Ленин. У меня «Жигули» 1973 года. Самая первая модель. Машина практически всю, от болта до болта, я перебрал своими руками, где нужно было. Но за 10 лет проблем не было. Ну что-то «Жигули» это не подстать-то или еще, нет? Ну да, есть в этом небольшие анахронизмы, но без «Жигули» я тоже не могу. Поэтому приходится совмещать две эпохи несовместимых. Любителям быстрой езды тоже было на что посмотреть. «Жигули» это уж родная, немецкая кожа тех годов. Это все снято с рамы, на которой год выпуска 1939, прям шильдик. BMW R35 в прошлом один из самых популярных мотоциклов времен вермахта. Он и сейчас способен наделать шума. Рядом с немцем 8 чехов. Красные мотоциклы «Ява», самые старые из которых в этом году отмечают 60-летие. Восстанавливали мы мотоциклы довольно-таки недолго, в течение двух лет. Когда мы садимся на эти мотоциклы, и такое ощущение, как будто вот этих лет, которые мы прожили, как будто их и не было, как будто опять вернулся в молодость. Это очень здорово, окрыляет и вдохновляет. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Вадим Тарасов. Республика. Почти всю неделю в республике будет дождливо и очень ветрено. Один за другим европейскую территорию России пересекут атлантические циклоны. Первый из них придет уже во вторник. Весь день завтра будут идти дожди. По прогнозу гидрометеоцентра в Чебоксарах может выпасть до 14 литров воды на квадратный метр земли. Порывы южного ветра составят 11-16 метров в секунду. А максимальная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. По предварительным прогнозам, в выходные дни с приходом антициклона из Европы погода в Чувашии должна улучшиться. Ветер утихнет, дожди закончатся и начнет выглядывать солнце. Температура воздуха повысится до 11-13 градусов тепла. Блеск огней, удивительные аттракционы и ловкие артисты. В столицу Чувашии впервые приехал цирк «Виват». Конно-цирковой форсаж – так называется новая программа цирка. Клоун Захар рад каждому зрителю в зале, ну а дети от него просто в восторге. Мне понравился клоун, как он бросал мячики. От выступления воздушных гимнастов в зале замерли все. Еще бы, трюки под куполом цирка артисты выполняют без страховочного троса. Мне больше всего понравились акробаты, здесь красивые спецэффекты, все очень круто. Пожалуй, самый массовый и зрелищный номер у гимнастов на подкидных досках. Целизованные народные костюмы и музыка под стать. Их выступление занимает не больше 12 минут, но за этим стоит большая подготовка. Чтобы номер получился, артисты репетируют по 8 часов в день. У нас есть чем их порадовать, зрители. У нас много животных, у нас сильные номера, сильная программа. Все профессионалы своего дела. У нас мастера спорта по акробатике, чемпионы Европы работают. Все желающие могли почувствовать себя в роли циркового артиста и подняться по канату под купол цирка. Это очень сильно дух захватывало. Животные – основная составляющая цирковой программы. Никого здесь только нет. Аравийские верблюды, шотландские пони, каталонский ослик. Особый восторг вызывают лошади и их наездники. Мы пришли с папой и сестренкой сюда. Нам очень нравится здесь. Честно говоря, верблюды, в большей силе. Если вы еще не увидели своими глазами выступления артистов, не расстраивайтесь. У вас еще есть такая возможность. Цирк пробудет в столице Чувашии до 14 октября. Их шатер находится на нижней парковке торгового центра «Мегамол». Шоу идет по четвергам, субботам и воскресеньям. При покупке трех билетов четвертый в подарок. Ну и, конечно, для самых маленьких зрителей детей до 4 лет вход бесплатный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова